Глава 22. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав, что он говорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли, он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсии Лекийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалеила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне, я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин. Так засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошник привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял у меня свет великий с неба, я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голос оговорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света твоего того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савву, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и о мои грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим, я и молился в храме, и пришел я в выступление, и увидел его, и он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я, верующий в Тебя, заключал в темнице и бил синагога. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобряя убиение его, и стрек одежды побивавших его». И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за сиим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, «По какой причине так кричали против него?» Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, «Говори, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел уже сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, чем обвинять его идеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними. Аминь.